Я думаю, что сегодняшняя очень важная победа с точки зрения, еще раз повторюсь, эмоциональной составляющей по организации игры и с положительными эмоциями завершаем календарный год, потому что я сказал нашим футболистам, что мы задолжали болельщикам. Мы, я уже и причисляю себя, потому что уже приступили к работе, и очень важно было сыграть дисциплинированно, организованно, нацеливали всех на максимальную отдачу, потому что были моменты, когда на это было стоило обратить внимание по разным играм. И здесь мы очень довольны сегодня. Понятно, что во многих моментах, где-то во втором тайме, скорее всего, целостности не получилось, но, опять же, те голы, которые, как только мы убустрили движение мяча, быстроту мяча, быстроту мышления, мы забили хорошие голы, хорошие комбинации проходили. Во втором тайме, опять же, уровень готовности на сегодня, он не позволяет играть энергозатрат на всю игру. Я думаю, что мы этот компонент обязательно подтянем. Стратегически немножко ниже подсели с точки зрения отбора мяча и уже старались играть на контратаках. Я думаю, что полностью оправдал себя планы стратегии игры. Вопрос другой, что необязательный, конечно, мяч мы пропустили. Здесь уже индивидуальная ошибка, которую мы разберём. Но мы уже сказали нашим игрокам, что, во-первых, сегодняшняя реакция на этот пропущенный мяч нам понравилась, потому что они расстроены в раздевалке. Это очень важно. И то, что команда была единым целым с точки зрения организации игры, с точки зрения своих бойцовских качеств, это очень важно сегодня. Пожалуйста, вопрос. Николай Михайлович, я здесь, Сергей Ильичинский. С победой вас. Про эмоциональную составляющую, я думаю, коллеги мои с вами поговорят. Меня интересует следующий вопрос. Команда заканчивала игру, когда в составе была большая часть игроков 2004-2005 года. Означает ли это, что и в дальнейшей своей работе вы будете крен делать в сторону молодёжи и омолаживать команду, скажем так? Вы знаете, нам сегодня предстоит очень непростая ситуация с точки зрения турнирной таблицы, поэтому, конечно, одной молодёжи будет тяжело справиться. Нужны опытные ребята, которые уже знают, что такое дух, что такое управление игрой внутри коллектива, а молодые должны будут для них расти. Это первое. Что касается сегодняшней игры, у нас был кадровый дефицит, у нас очень большая группа травмированных игроков по разным причинам. И те ребята, которые сегодня вышли, они на протяжении этого цикла, когда мы уже приступили, они очень хорошо проявили себя. Мы им дали шанс в Краснодаре, мы дали шанс некоторым сегодня дебютировать, поэтому это воспитанники местной школы, локомотива, яркие ребята. Тут же Вадим Раков является лучшим бомбардиром UFL, там очень много мячей забивает игрок юношеских сборных своих, поэтому, безусловно, они будут получать шанс. Конечно, не искусственно. Вы видите даже, что по команде Нижний Новгород, когда у нас дебютировали и Агапов, и Михайлов, и Александров, они все заслужили своей игрой. То же самое и здесь. Только за счет конкуренции, только за счет того, как они будут трудиться, они будут свое место завоевывать, а мы только рады им помочь. Мы открыты к этому. Добрый вечер. Сабадаш Владимир, Московская правда. С победой вас, если позволите, два вопроса. Первый. Это ваша вторая игра в локомотиве. Почему такая разница между первой и второй игрой? Ну, я думаю, что, во-первых, после приезда из сборной, как только мы приступили для подготовки к первой игре к Краснодару, у нас, во-первых, мы собрались, большая группа игроков только на вокзале, так скажем, когда приехал Баринов, Миранчук. Миранчук вообще не приехал, приехал Митай и другие сборники, да, плюс большая группа игроков травмированных. И тот цикл, который мы провели, он был слишком маленький, да, поэтому, опять же, как я уже сказал, в Краснодаре было очень много ляпов, было очень много индивидуальных ошибок, которые надо было убрать. Но были и хорошие куски, от которых мы оттолкнулись. Сегодня мы эти все недостатки постарались убрать. Мы проводили очень много индивидуальных бесед, провели определенный цикл тренировок после приезда, и определенные задачи команде поставили. Понятно, что это было не все выполнено, но мы видели, по крайней мере, что попытки, во-первых, мышления, быстроты мышления, попытки играть на мяче, играть от себя, прессинговать, накрывать соперника в различных зонах. Это мы все видели. Вопрос другой, что уровень готовности, он сегодня не позволяет, к сожалению, это все делать на протяжении всего матча. Но я думаю, что у нашей команды всегда были готовы прекрасно физически, и мы абсолютно уверены, что мы подведем команду в зимово этапа. Спасибо за подробный ответ. Спасибо. Второй вопрос по поводу вашего контракта. Вы заключили контракт и сыграли вот эти две игры в Краснодаре и сейчас. Ведь это ваша инициатива была именно перед этими двумя играми, учитывая, что последняя игра была сегодняшняя с вашей бывшей командой, или настоял локомотив, чтобы именно так подписан был контракт? Спасибо. Ну, как только было предложение, но я уже говорил о том, что в клубном интервью, когда шли консультации, когда шли диалоги, мы с руководителями Нижнего Новгорода, с менеджментом, с губернатором договорились о том, что последняя игра чемпионата и дальше уже будет принято определенное решение. Игра прошла, мы обыграли Ахмат тогда и озвучили все вместе на пресс-конференции тот итог, который как бы произошел. Понятно, что сегодняшняя, так сказать, игра и подоплека для СМИ, она, наверное, более интересная, но с точки зрения как бы такой рациональности, мы друзья, я уже говорю, за полем, но на поле мы соперники, у нас сегодня другие задачи, их надо выполнять и более, как бы, как сказать, без эмоций к ним подходить и решать свои задачи в дальнейшем. Спасибо большое. Добрый вечер, Михаил, поздравляю с победой, с новым назначением. Мы уже отмечали, когда вы работали в Нижнем Новгороде, что ваша команда была физически хорошо подготовлена. Скажите, как вы сейчас нашли локомотив, когда пришли? Понятно, что нам было еще, это Федоров, то есть, как бы, какое-то время, но вообще, как вы нашли команду физическое состояние, как бы, и стоит, так сказать, ну, просто, просто, скажем. Во-первых, я благодарю вас, что вы сегодня опять здесь. Мне очень, я рад вас видеть, вы приносите нам победы. Буду ходить. Да, мы с удовольствием. И многих из вас мы очень часто видим на разных матчах. Спасибо вам. Что касается уровня подготовленности, я думаю, что мне не корректно, и неправильно обсуждать работу предыдущих тренеров, их было много здесь, и у каждого были свои требования и взгляды. Понятно, что наши взгляды, как мы видим наш футбол, наши требования, нам бы хотелось определенный момент улучшить. И я думаю, что мы все сделаем для этого. Поэтому и сегодня, опять же, стратегии игры, те требования, о которых мы говорили, мы не могли играть в этот футбол весь матч, к сожалению. И нам надо было очень раздробить временные отрицки с точки зрения, когда мы можем играть активно, когда мы можем, наоборот, немножко подсесть, с точки зрения аритмии определенной. И здесь, я думаю, что ребята правильно восприняли этот план. Нам, конечно, хочется, чтобы команда была мощной, атлетичной, быстрой. И я думаю, что она будет абсолютно уверена в этом. Здравствуйте, Артем Терентьев, сайт Матч ТВ. Хотел уточнить один момент. Тот факт, что вы сегодня были не на скамейке, это дань уважения по Ринену? Можно сказать о многих совокупностях факторов. Потому что, когда мы думали об этом, самое главное, чтобы эмоциональная составляющая не превалировала в этой ситуации. Еще раз говорю о том, что много, точнее, мало дней между клубами прошло. И очень важно было здесь, сверху, опять же, очень хорошо видна картинка, но, опять же, оперативное управление было ежеминутно, ежесекундно, и до матча, и в перерыве матча, и сейчас мы сказали команде слова. Но, естественно, это один матч, естественно, такого мы не хотим больше. И в дальнейшем, конечно, каждая игра, команда должна чувствовать импульс тренера, и это должна быть определенная взаимосвязь здесь. Еще вопросы? Михаил Михайлович, это был последний официальный матч в этом году, сейчас межсезонье настоящее наступает. Есть определенные планы уже на эту работу до марта? Куда собираетесь ехать? Что делать? Сколько отпуск продлится? Несколько слов об этом? Ну, 10-го числа команда проведет медосмотр, на следующий день планируется вылет уже на сбор, сборы пройдут в Эмиратах, и уже раздробленный план подготовлен, определенные работы с контрольными матчами сейчас подбирают соперники. Наш тренерский штаб уже подготовил индивидуальную программу тренировок на отпуск, именно физической подготовки, где надо, так скажем, ту втягивающую работу, чтобы нам времени тратить, чтобы они провели в отпуске, а уже непосредственно с первого дня мы приступили в полном объеме к той работе, которая будет запланирована. Продолжение следует...